это подкаст в начале приветствую вас с вами александр сегодня в сегодняшнем подкасте буду говорить сливках воском металлом то что принято называть чистками воском и металлом сегодня поговорим как это работает если от этого польза и и почему это не работает и в каких случаях поэтому устраивайтесь поудобнее и начинаем начну с того что чистка воском и позже уже появилась практика чистки сливки металлом это достаточно старая практика достаточно интересная практика чего тут скрывать интересная практика сливки воском и сливки металлом и очищение энергетического поля человека но здесь нужно подойти к вопросу разбираться вообще в каждом случае отдельно то бишь с каждой стороны рассматривать для заказчика и для того кто это делает кто исполняет саму работу да и кто вообще на практике используют такие ритуалы давайте сначала начнем с тех кто делает а потом перейдем уже на сторону тех людей для кого это все делается кто заказчик и будем разбираться с этим вопросом почему люди это делают почему люди занимаются сливками воском это наверное самая распространенная практика при помощи которой можно другого человека попытаться очистить от какого-то негатива от каких-то форм негатива почему люди это делают люди это делают потому что в интернете по этому поводу очень много информации и по сути это не сложно в некоторых случаях да есть способы отливки воском металлом достаточно простые но здесь нужно понимать что использует человек в своей практике насколько серьезно он этим занимается и что потом прилетит самому человеку который занимается сливками воском и металлом вот смотрите есть люди у которых есть способности есть люди которым дано они энергетически достаточно сильные и они могут почистить другого человека не всегда но в некоторых случаях это может сработать потом перейдем к тому в каких случаях это не работает но смотрите есть вариант 1 человека есть какие-то допустим наследственные там способности у человека но как говорится но вот генетически вот он просто предрасположен к тому чтобы почистить других людей у него есть такая возможность но есть люди которые не хотят ходить на работу есть люди которые хотят сидеть дома и зарабатывать деньги и просто капать воском на фотографию как бы вот очищая других людей и зарабатывать этим деньги потому что если вы сейчас начнете искать себе какого-то специалиста который будет чистить вас ну допустим у вас есть подозрение что на вас есть какое-то магическое воздействие и когда вы начнете искать себе специалиста который будет вас чистить с высокой долей вероятности вы встретите специалиста который чистит воском или металлом вот и все вот там вот прям куча будет да там будут специалисты попадаться которые будут чистить там при помощи энергии космоса рейки и всего 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 того что мы обсуждали с вами уже на канале у меня есть подкасты касающиеся этого но сегодня речь не о них сегодня речь о сливщиках воском так вот во-первых люди которые сливают воском они очень четко делятся на три категории первая категория это таких сливщиков light варианта до которые сливают при помощи каких-то молитв ну как вообще сливают воском берется фотография человека набирается какая-то стеклянная прозрачная такой классический вариант до набирается какая-то прозрачная посудина водой заполняется водой ставится это прозрачная посудина на фотографию человека сливается воском либо это церковные свечи либо воск специально растапливается там в турке либо в какой-то банке в какой-то посудине потом этот воск капает в воду принимает какие-то формы уже в зависимости от того какие более уродливые формы либо гладкие формы проявляются в воде уже из этого соответственно делается заключение есть на человеке негатив либо нет на человеке негатив ну то есть как бы здесь все очень просто так вот есть люди которые применяют давайте назовем такие более христианские практики да это какие-то молитвы это еще вот какие-то такие штуки есть вариант таких вот двуручников которые используют и молитвы какие-то там молитвы заговоры языческие старинные и церковные и такой вот такой вот двуручие да и там вот где-то проскакивают какие-то еще давайте назовем это такие темные мотивы а есть третья когорта людей которые используют непосредственно черную магию назовем это так внимание вопрос откуда вы знаете кому вы попали я знаю людей достаточно приличных которые занимаются воском они не афишируют вообще никаких там своих технологий техник и всего такого прочего но они просто говорят да я тебя почищу вы понимаете что человек чистит воском а вам еще и говорят о том что я чищу церковным воском у вас сразу автоматически включается ага она чистит церковным воском значит тетка наверное хорошая или тетка или дядька неважно если церковный воск значит все окей и вы уже не вдаётесь в подробности что там дальше будет происходить а в подробностях там может всплыть то что после того как вас отлили воском этот металл либо воск потом могут отнести на кладбище подкопать куда-то в могилку произнести какое-то заклинание для того чтобы негативная энергия которую сняли с вас куда-то там делась ушла не факт что она там действительно куда-то уйдет и не факт что вы от этого сами пострадаете и вообще не факт что сам человек который чистит сливает воском или металлом тоже не пострадает вот таких чистильщиков есть триста пятьдесят восемь тысяч заклинаний на ну как бы заклинания которые связаны с процессом их работы они набирают в посудину воду с определенными заклинаниями они капают воск произносят определенные там какие-то слова какие-то определенные молитвы у них все абсолютно делается с какими-то заклинаниями у них все абсолютно делается под провозглашение каких-то молитв каких-то установок и всего 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 и обращение каким-то силам духом и ребята и не в не факт что там будут какие-то привы привычные вам христианские да вот эти вот эгрегоры в виде каких-то святых там и макоши и лады и каких там только богов не вспоминают вы знаете как это работает нет а давайте еще возьмем тот вариант когда сами люди которые чистят это тоже достоверная информация я знаю таких людей потом сами не знают куда от этих чисток деваться да они потом после того как они утилизируют этот воск выбрасывают его там куда-то подкапывают они это делают со специальными обращениями они произносят специальные слова для того чтобы эта энергия потом не пошла за ними и не нашла есть люди которые по второму по третьему кругу перетапливают уже этот воск и им опять сливают потому что не хочется покупать потому что дорого там ну и все в таком духе откуда вы знаете к кому вы попали откуда вы знаете как вас чистят откуда вы знаете что этот воск которым вас почистили не был перетоплен 225 раз и плюс тот человек который воском сливает страдает от этого лампочки дома взрываются дети болеют это не наставление для людей которые хотят заниматься сливками воска воском да делайте что хотите моя задача я просто рассказываю как это выглядит на самом деле как это работает моя задача не предупредить людей которые хотят стать мастерами специалистами в области сливки воском моя задача предупредить людей которые хотят обратиться к таким профессионалам к таким специалистам в некоторых местах с кавычками можно это в кавычки все все взять поэтому там очень много всяких сомнительных моментов если вы внимательно почитаете и посмотрите на общение людей которые занимаются сливками со стороны это выглядит следующим образом это выглядит как люди попали в какую-то очень сложное фэнтези произведения в котором они еще могут менять реальность и которые они могут дописывать люди придумывают свои собственные какие-то молитвы свои какие-то собственные заговоры что-то добавляют что-то убавляют фантазия там бьет фонтан просто фантазии там происходят очень интересные вещи не страшные очень интересные вещи и вот когда ты посещаешь какой-нибудь форум вот таких вот специалистов которые занимаются сливками воска они очень интересно почитать создается впечатление того что люди не знают что они делают они не знают своего предмета а соответственно что происходит каждый последующий клиент это эксперимент на каждом последующем человеке отрабатывается что-то новое отрабатывается какая-то новая техника и это такое вот это называется прогулка по минному полю сработает не сработает получится не получится а потом люди которые чистятся и обращаются ко мне на консультацию они говорят я обращалась к трем четырем пяти семи десяти разным мастерам которые сливают воском ты смотришь она грязная и вопрос на что ты потратила деньги если нет результата если ты все равно попала ко мне и потом я тебя чищу говорю тебе что делать и у тебя все становится нормально здесь у нас появляется очень четкий ответ на этот вопрос первое тот человек который называет себя специалистом по отливке мог захотеть очень быстро разбогатеть и заработать это первое второе человек хочет почувствовать себя чем-то важным и человек хочет чему-то научиться и попробовать из разряда получится не получится если получится то я молодец ну то есть как бы там человек не ставит для себя во главу угла результат там просто я попробую а там посмотрим ну понятное дело что заказчику такой подход не не озвучивается просто человек возомнил себя чистилищиком потому что кто-то сказал что у него там где-то было про 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 бабушка которая когда-то чистила людей помогала а соответственно человек делает выводы и говорит да я тоже так могу если у меня про 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 бабушка чистила я тоже сейчас буду чистить у меня значит есть дар во первых не может вычистить этого человека во вторых сама отгребает по полной программе и тянет на себя кучу всяких негативных моментов ну ладно она дети семья мужья животные лампочки взрывающиеся это все это все вот прям реально и потом человек не знает как от этого избавиться потому что по большому счету они вот все живут в каких-то это называется реальность постоянно изменяющихся фантазий когда на каждом человеке ставится эксперимент читаешь форум я вот чистил человека на нем вот это не сработало я попробовал второй раз вот это в третий вот это и только в четвертый раз у меня вот это вот сработало вроде бы почистил ответки пока мне не было ждем вроде все пока пока все нормально если все прошло потом поделюсь с вами как это работает классный специалист который не знает как у него это сработает есть такие клиенты у меня которые попадали на вот таких вот сливщиков восков воском который рассказывает о том что они служат в церкви которые рассказывают о том что они сливают церковным воском молитвами еще чем-то вышлите денег куплю свечей я все в ноль работаю я за это ничего не беру я служу работаю в церкви вышлите там 500 долларов тысячу долларов две тысячи долларов а потом начинаются угрозы потом начинают рассказывать что а вот тебе еще надо три раза почиститься а потом еще четыре раза надо почиститься твоему ребенку по 500 долларов иначе вы все умрете ну в таких случаях люди мне пишут обращаться на консультации а там пустышка там никто ничего не делает там просто человек ложит себе деньги в карман запугивает постоянно своего клиента и когда видит что это работает начинает просто его шантажировать и выманивать еще больше денег в таких случаях просто блокируйте человека и забиваете никто ничего вам не сделает вот и все поэтому во первых нужно понять кого вы нашли а понять вы не можете потому что это все темный лес потому что они все сидят на форумах на форумах обмениваются информацией и никто толком ничего не знает да я могу сказать что я видел пару-тройку положительных таких вот результатов когда человека сливали воском и это работало есть такое отрицать это этого нельзя и это будет глупо абсолютно поэтому мы переходим вообще к вопросу почему это работает а это работает потому что все индивидуально то что я вам всегда говорю все абсолютно всегда индивидуально ты хоть 28 раз человека сливай воском свинцом оловом золотом не важно чем ты это будешь делать вообще пофиг я не знаю почему люди решили что сливать металлом это что-то сильное и это что-то круче чем воск там структура там химия там физика там еще что то если это человеку не подходит ты его фиг сольешь этим металлом хоть платиной там сливай неважно это не работает здесь работает один очень простой принцип который вы знаете если вы слушаете мои подкасты человеку одному подходит работа с родовыми структурами другому чтение акафистов 3 вообще ни во что не верит понимаете возникает какой парадокс когда человек ни во что не верит он не ходит в церковь ему это не интересно он чувствует себя там дискомфортно но когда человек чувствует на себе какие-то магические удары и может очень четко отследить магическое воздействие на себе ему пофиг кто его будет чистить соответственно он обращается к сливщику воском а человек который сливает воском он не разбирается он не задается вопрос у него нет вообще такого вопроса на повестке дня подходит ли человеку эта практика сливки или не подходит если я с вами с каждым разбираюсь что вам подходит подходит ли тебе взаимодействие с христианским эгрегором нужно ли тебе молитву читать и акафисты либо тебе там вообще нечего делать потому что этот христианский паразитарный эгрегор будет высасывать из тебя энергию и тебе лучше взаимодействовать с родовыми структурами с родовым эгрегором там никто не разбирается там идет конвейер ты заплатил деньги тебя слили сработало не сработало пофиг может быть у человека есть способности к сливки воском и снятию негатива через сливку воском но только тех людей которым это подходит но когда у человека что-то болит и начинаются какие-то проблемы он обращается к чистильщику который сливает воском а это не его тема потому что тебе не подходит взаимодействие с каким-то религиозным эгрегором а тем более если ну мы же знаем что вот это вот христианство православие это же все язычество просто которое приобрело другую форму поэтому и не работает поэтому и работает только в двух в трех случаях из ста поэтому когда человек спрашивает а почему меня чистили а я грязная а потому что не тот эгрегор был выбран в плане запроса для того чтобы тебя почистили все все очень просто потому что тебе это не подходит потому что те же самые энергии которые используются в церкви они же используются и при сливке воском вот эти вот серые канализационные энергии это те же самые энергии которые используются в космоэнергетике ничего там не поменялось сосуд один и в ста процентах случаев происходит такая ситуация что чистим человека а потом человек уходит и занимается родовыми практиками у него нет контакта с христианским эгрегором с этим потоком с этим каналом через который его хотели почистить там же и вот это вот черная магия и вот эти вот все кладбищенские заговоры походы в церковь и втыкание там куда-то перевернутых свечек чтобы это там сработал все оно и не будет работать это же очень распространенная ошибка у меня в голове огромное количество статистики я знаю что происходит с людьми и почему они попадают в такие ситуации а статистика как известно мать всех наук поэтому если вы хотите от чего-то избавиться надо вообще четко понимать смогут ли тебя слить воском или ты просто станешь частью очередного эксперимента или ты просто будешь платить восемь раз деньги но это же правда когда человек говорит о том что я сначала попробовала меня сливали там четыре раза одна женщина потом пять раз другой мужчина потом три раза еще другая женщина я чистилась 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 на какое-то время улучшения было вопросов нет на какое-то время может быть это все равно что взять и почистить дырявые ботинки в которых ты хочешь выйти на улицу где идет дождь если ты почистишь свои ботинки начистишь их до блеска дырки никуда не исчезнут ты все равно выйдешь и промокнешь хотя ты пытался сделать эти ботинки красивыми точно также работает сливка воском тебя могут поверхностно чистануть полирнуть но вот эти вот все дырки все пробои и все проблемы они никуда не деваются потому что внутри этих процессов сплошная неразбериха потому что я имею ввиду в процессах чистки потому что нельзя всех чистить одним и тем же потому что каждая душа и каждый человек с ее набором проблем и воздействия абсолютно индивидуальны просто конвейер на котором всех чистят одним и тем же он хорош для человека который выполняет работу и зарабатывает деньги и не очень хорош для людей которым эта услуга оказывается в лучшем случае это вообще никак не сработает в худшем случае подцепите еще какую-то новую заразу сливка воском сливают церковными свечами ах какая прекрасная женщина но потом эта женщина после того как сливает свечами свечным воском берет этот воск идет несет на кладбище подкаут подкладывает куда-нибудь подкапывает в могилу и потом рассказывает там читает какие-то тексты что земля и еще кто-то там должны забры за забрать эту негативную энергию и и все в таком духе а потом они сами шарахаются от каждого шороха и потом они ставят на себя там защиты для того чтобы им не вернулось ну вот люди которые это делают да специалисты и кучу 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 всяких вещей они там условно говоря там без заговора из дома не выходят и утром только просыпаются они сразу начинают там читать какие-то защитные заговоры потому что вот это вот негативная энергия которая вокруг них собирается но она как бы их не отпустит тоже ну не почистили вас ну и ладно отделались вы легким испугом все вот поэтому сливки воском это очень индивидуальная штука просто в те случаи когда человека почистили совпало очень много факторов они вот просто сошлись воедино и дали хороший результат во-первых человек который чистил у него достаточно было энергии у него достаточно было знаний у него есть способности у него есть ресурс плюс человек которого чистили воздействие вполне возможно было не сильное потому что вот эти вот товарищи которые сливают воском и металлом они очень шугаются когда человеке есть подселение они очень боятся что во время этой чистки этот подселенец выскочит из этого человека найдет их и сделает им ата-та и или останется жить вместе с ними в их квартире либо подселиться в них они это очень сильно боятся они прекрасно знают что они ходят по лезвию бритвы поэтому здесь следующее совпадение есть ресурс то-то-то-то-то не сильное воздействие и плюс что еще самое главное ну просто случайно попали в то что человеку подходит эта практика вместо того чтобы ну допустим почистить человека один раз как делаю это я и отправить его там читать акафисты взаимодействовать с христианским эгрегором его там слили да и вот попали в яблочко и вычистили и все классно бывает такое но очень часто это временные улучшения которые ни к чему хорошему не приводят и хорошо если вам потом не будут угрожать и не будут вас шантажировать и не будут вытаскивать из вас деньги вымучивать выкручивать и пугать вас с меры сми смертями ваших детей все вот так это работает там рынок просто бесконечный куда не зайди сливая воском сливая воском а потом смотришь они все тусуются на паре тройки форумов и обмениваются информацией касательно того как сливать для них каждый человек это эксперимент если я работаю у меня алгоритм работы он абсолютно для всех одинаковый в плане чистки но после чистки уже у каждого свои практики уже у каждого подбор свой я не работаю в рамках процесса который называется я делаю для вас все что я смогу нет это не так работает я знаю четко что я делаю я четко понимаю что вам нужно будет сделать здесь у меня работает очень простой принцип я помогаю вам не настолько насколько могу а настолько насколько вы хотите насколько вам это нужно и насколько вы способны что-то делать для себя для меня нет разницы есть у вас подселение нет у вас подселения час работы все абсолютно для всех одинаково другой вопрос когда для чем до человека не доходит ну такая вот интересная справка да у меня каждая последующая чистка для человека в два раза дороже и она во много раз болезненней потому что когда ты говоришь человеку о том что я тебе сейчас почистил ты делаешь то 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 это ты избегаешь общения с этими людьми ты не вступаешь с ними ни в какой контакт и вот потому что они тебя высасывают потому что они делают больно и и и и и не делай этого поняла поняла три месяца живет человек класс все александр почистил она там делает все то что я и сказал замечательно потом у нее в какой-то момент там случается слабость в определенных местах она например там вступает в контакт с тем человеком с которым нельзя было вступать в контакт в близкий и опять она зарабатывает либо энергетический пробой либо энергетический ну либо какое-то там подселение до какую-то сущность и приходит и говорит ну я вот опять опять вот накосячила почистите меня пожалуйста каждая последующая чистка в два раза дороже чтобы вы более ответственно относились к тому что с вами будет происходить третья чистка будет в два раза дороже чем предыдущая только это заставляет людей относиться к серьезно к работе над собой к вложенным в себя деньгам и работать и держать на замочке все те места через которые вас может кто-то пробраться подытожим сливка воском металлом неважно чем в некоторых случаях работает по большому счету это все большой эксперимент где на вас просто тренируются и получают какую-то информацию где вероятность того что это вам подходит она какая то есть смотри все те случаи когда это действительно срабатывало но чаще всего это будет ситуация когда у вас наступит временное улучшение потом опять все вернется на круги своя потому что у вас нет защитного механизма 355 раз говорил и говорить буду защиты которые вам ставят за деньги не работают и работать не будут защиту на защиту можно рассчитывать только в том случае если вы работаете с какими-то практиками если вы работаете над собой самостоятельно постоянно систематически работаете работаете и только таким образом можно выстроить вокруг себя какую-то энергетическую защиту только самому нужно прикладывать к этому ручку или ручки никакая волшебная тетя тебе защит не поставит которые будут тебя всю жизнь защищать потому что на такую тетю которая ставит защиты найдется дядя который эту защиту хлопнет через пять минут после того как ее поставили а тетя потом скажет кто-то очень сильный пробил давай еще раз почистимся и давай поставим защиту в сто раз сильнее только это будет стоить в десять раз дороже все захотите почиститься пишите обращайтесь разберемся почистим устраним найдем подберем вам практики которые будут вас пожизненно защищать и которые пожизненно будут вас ну помогать вам находиться в чистом нормальном здоровом состоянии учиться никогда не поздно напоминаю всем о том что у меня есть прекрасный курс таро я смотрю статистику мой курс таро на в магазине про таро . shop отлично продается точно так же отлично продаются и самоучители отдельно трактовки поэтому холодно осень зима сидите дома не смотрите сериалы интересные а изучайте интересный курс таро в котором я рассказываю о том как безопасно работать взаимодействовать с картами взаимодействовать с эгрегором для того чтобы у вас не было никаких проблем потратьте деньги на что-то нужное вложите деньги в себя вот это будет самое лучшее для вас решение поэтому чистится консультации все контакты есть по ссылкам внизу есть отзывы в инстаграме куча скриншотов поэтому вы можете посмотреть отзывы о моей работе и курс таро пожалуйста изучайте пишите обращайтесь чтобы вы не попали в такие ситуации как со сливками воском металлом и так далее я всегда говорю лучше сделать один раз хорошо и забыть о проблеме чем потратить кучу времени и кучу денег на решение этой проблемы на протяжении последующих нескольких лет даже не месяцев и не недель лет поэтому думайте 7 раз отмерь один раз отрежь делаете то что лучше для вас и решайте что может принести вам большую пользу на сегодня у меня все услышимся в следующем подкасте